Итак, мы узнали, что здоровая молитва начинается с хвалы и поклонения. Мы можем прославлять Бога в песнях и можем прославлять через провозглашение. Итак, ученики знали, что сила Ишуа исходит через его молитвы, поэтому просили научить их молиться. И Ишуа сказал молитесь таким способом. Снова он не сказал, запомните на память именно вот эти слова. Но он больше говорил с ними как раввин, который давал, как бы, такие тезисы. И вчера мы смотрели на первую тему. Отче наш, сущий, на небесах досветится имя Твое. И мы начали размышлять над тем, что это значит. Что значит для Бога быть моим отцом? Бог мой отец благодаря кровей Ишуа. Итак, если мы стремимся к Богу, то фокус на кровей Ишуа. Потому что это позволяет нам прийти в его присутствие. Без крови Ишуа мы отделены от Бога. Но благодаря крови мы приходим очень близко. И прекрасное знание о его крови, это то, что она была пролита 2000 лет назад и никогда не потеряет свою силу. И каждый день прихожу к Богу через ту же самую крови Ишуа. Я провозглашаю то, что он мой отец. И когда мы совершаем это, то мы причастны к Богу. И молитва — это не просто список, который мы предоставляем Богу, но это встреча с Богом. Это дружба с Ним. И это также... Через это мы также учимся, как приходить в согласие с Ним. И когда мы соглашаемся с Богом, то открываем для себя, кто Он и что Он сделал для нас. И поэтому начинаем славить Его за Его имя и за то, что оно обозначает. Его имя открывает Его характер. И то, что Он сделал для нас. И когда мы провозглашаем то, кем Он является и что Он сделал, наша вера растет. И поэтому я, например, провозглашаю, что Ты, Господь, моя праведность. Ты обеспечил меня праведностью. Ты тот, который освящает меня. Ты тот, который даешь мне мир. Ты присутствуешь во мне благодаря Духу Своему Святому. Ты тот, который исцеляет. Ты тот, кто обеспечиваешь мои нужды. Ты обеспечил меня настолько, что я могу ходить и быть успешным, а не быть под проклятием. Ты мое знамя и моя сила. Ты мой пастор. И Ты водишь меня и направляешь меня. И когда мы сосредотачиваемся на этом, то получаем картину того, какой Бог для нас. И когда прославляем и благодарим Его, Он говорит, что Он обитает в Словословии Своего народа. Джордж Мюллер, который был великим мужем Божьим в 19-м столетии в Англии. Он говорил о том, что Он начинал молитву с того, чтобы приводил свою душу в такое радостное состояние. И это то, о чем Он говорил, что Его Дух как бы приходит в такую близость со Святым Духом. И, ну, эта молитва начинается таким радостным пребыванием с Богом. Так, что мы начинали, чтобы начинали, чтобы пресс-пределить и пресс-пределить. И мы в этом раме в Словосхии. В этом раме в Словосхии. И мы начинали пресс-пределить. Перед тем, как мы начинаем ходатайствовать Или молиться за кого-то Мы должны прийти в это Божье присутствие Прийти в единство с Ним Молитва это не просто формулировка Или просто какие-то шаги Но это отношение, дружба с Богом Как часто вы начинаете молиться И не переживаете присутствие Божьего? Когда вы только начинаете молиться Можете сказать, что иногда не чувствуете, да? Тяжело иметь веру, когда не чувствуете присутствие Божьего Не так ли? И поэтому самая основа молитвы Это хвала и поклонение Чтобы мы провозглашали то, какой Бог есть Чтобы наша вера приходила в правильное состояние И когда мы начинаем это делать Мы приходим ко второму пункту Второму провозглашению Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя Это наша цель на сегодня Да придет Царствие Да будет воля Твоя На земле, как на небе Очень интересное провозглашение О котором Ишуа говорил нам Чтобы оно было в молитве Он сказал, да придет Царствие Твое А что есть Царство Божие? Некоторые думают, что Царство – это то, что грядет потом Но когда Ишуа пришел, Он сказал, что Царствие Божие посреди вас И здесь важно понять, что же такое Царство Царство – это любое место, в котором Ишуа Мы позволяем Ишуа быть царем и быть главным Везде, где Ишуа господствует, на любой территории Вот это и есть Царство Небесное Это и есть проявление Небесного Царства И везде, где Ишуа – Царь Происходит То, что на земле Происходит то же, что на небе Понимание такое, что Божья воля на небесах совершенна И исполняется безупречно Но Божья воля также для нас Чтобы мы делали то, что согласно Его воле Итак, мы стремимся к тому, чтобы Божья воля действовала в наших жизнях И как мы можем понять, что же такое Божья воля? Прежде всего, исследуя Писание, мы можем понять, что такое Божья воля Господь открывает нам Свою волю в Писании Но также открывает через Духа Своего Святого И если мы открываемся на Бога каждый день То Он нам являет Свою волю каждый день Библия говорит, что Он руководит нашими шагами Итак, мы стремимся к тому, чтобы Понять, в чем же Божья воля для меня на сегодняшний день Мы также молимся за других И мы также хотим знать, какова Божья воля для них Потому что нам сказано молиться согласно Его воле И молиться согласно Его воле Это не значит сказать в конце молитвы Просто, Боже, да будет Твоя воля Другими словами, многие молятся так Делают, молятся как хотят, а в конце говорят Ну, пусть будет Твоя воля, Боже Но это не то, к чему мы призваны Он призвал нас знать Его волю через Писание и через Духа И соглашаться с Ним, с Его волей Через молитву об этом, о том, что нам открывается Вообще-то в греческом вот это вот как бы провозглашение Это заповедь от Бога Ну да, это как повеление И что, как бы заповедует нам И что, как бы заповедует нам Ну да, повелевать Царству Небесному Прийти и действовать здесь на земле Ну, очень странно звучит, да, что мы должны повелевать Как бы Богу сделать что-то Но Ишуа как бы повелевает нам повелевать Богу делать это Другими словами звучит так Приди, Царство Небесное Будь Божья воля Понимаете, что Он К нему Он нас призывает Он говорит, чтобы мы провозгласили это Ну да, согласились с Ним и провозгласили то, чтобы Царство Божие пришло на землю Как бы это Мы делаем такой очень уверенный шаг И делаем вот это провозглашение Мы призваны к тому, чтобы говорить Приди, Царство Божье Сейчас в мою жизнь Божья воля Совершись сегодня в моей жизни Итак, если мы призваны Повелевать Царству Божьему Прийти в нашу жизнь То как это выглядит Чтобы пришло именно Царство То Ишуа должен править как Царь То есть, начало провозглашения Царства Небесного Начинается с того, что Я провозглашаю, что Ишуа, Ты мой Царь Или другими словами, я молюсь так Ишуа, будь Царем моей жизни сегодня Царствуй во мне Мы даем Ему авторитет в нашей жизни Ишуа, Царствуй в моем разуме Царствуй над моими мыслями Я подчиняю свои мысли Тебе Будь Царем моего сердца Подчиняю свое сердце Тебе Будь Царем моих уст Я подчиняю Тебе Своё общение, Свои слова Будь Царем моих дел сегодня Подчиняю все, что делаю сегодня Тебе Царство Божие Приди в мою жизнь Воля Божия, совершись в моей жизни сегодня Совершая это, мы выстраиваем себя В одну линию с Божьей волей С Его Духом Мы приходим в согласие С тем, что Он хочет для нас совершить Якова 3 Яков говорит о силе языка Он говорит, что Это 5 стих И так и язык Небольшой член, но много делает Четвертый, вот, например, стих Говорится о больших кораблях Какие они огромные Но они управляются очень маленьким рулем Другими словами, маленький руль Он направляет корабль Огромный корабль И Он сравнивает этот руль с языком И говорит, что мы имеем силу в нашем языке Параллель такая, что Так, как мы говорим Или то, что мы провозглашаем Влияет на направление нашей жизни Направляет наши шаги В Библии написано, что Язык имеет силу И во власти языка смерть или жизнь Мы приходим к согласию с Богом И исповедуем то, что Он имеет для нашей жизни И начинаем мы с того, что молимся о себе Библия говорит, что много может усиленная молитва праведного И мы приходим в это согласие В единство с Богом через поклонение и прославление А теперь провозглашаю, что Прихожу в согласие с тем, какова Божья воля сегодня на мою жизнь Итак, Божья воля Совершись в моей жизни Здесь мы начинаем понимать И начинаем прислушиваться к тому Что имеет Дух Святой для нас Потому что мы пришли в Его присутствие И теперь наши уши открыты для того, чтобы слышать Духа Святого И когда мы молимся о том, чтобы быть в единстве с Его волей Тогда Дух Святой будет говорить нам об определенных конкретных вещах Он будет говорить нам о том, какова Его воля для нас в конкретных вещах на сегодняшний день И так, когда мы просим Духа Святого, чтобы Он открыл нам свою волю То мы провозглашаем это и мы слышим это Приходим в согласие к тому, что Бог говорит нам Начинаем слышать Его волю для нас на сегодняшний день И провозглашаем это в молитве Помните, Ишуа говорит, что ничего не делает от себя Только как видит и слышит, так и поступает Ишуа, что видел, что слышал в Духе О том и молился, и то провозглашал, потому что был в единстве с Богом Если просим Божьей воли, то она совершится в нашей жизни И так мы начинаем молиться с того, что мы говорим о себе И мы как бы направляем себя в этом дне Имеем направление Если мы состоим в браке, то молимся за супруга Молимся также о том, чтобы Царство Божье и Его воля пришла в жизнь супруга Чтобы супруг знал силу и власть Царя Чтобы радость Божья наполняла Молимся, чтобы Ишуа восполнял нужды И чтобы наш супруг был в согласии с Ишуа Молимся о защите Молимся за них в намерениях, которые имеет Святой Дух Кто из вас не женат? Большинство А кто хочет? А кто хочет, чтобы это было в согласии с Богом? Молитесь уже сегодня за этого человека Молитесь за человека, которого Бог пришлет в вашу жизнь Молитесь, чтобы они также знали волю в их жизни каждый день Чтобы умели слышать голос Божий Чтобы Господь распространял благословение на них Если вы не женаты, то, наверное, у вас детей тоже нет, я так предполагаю Но, возможно, у вас будут дети в один прекрасный день Как насчет молиться уже за детей, которые у вас будут? Как насчет того, чтобы молиться из-за них, чтобы они знали Божью волю в своей жизни? Молиться о них еще до того, как они родятся Молиться об их судьбе Чтобы они были под Божьей рукой и Его защитой И как насчет того, чтобы молиться о их супругах? Чтобы они сделали это согласно Божьей воле А самое худшее, что вы себе представляете Это жениться на каком-то неудачнике или вытязанке Ну, или дети Итак, начинайте молиться за них Чтобы вы понимали, как бы, господство Ишуа Чтобы ваши дети подчинялись Ему, Ишуа Чтобы они испытали Его силу и власть в их жизни И так же молимся за других людей в нашей семье Многое может усилена молитва праведного Каждодневные ваши молитвы имеют влияние на ваши семьи Многие пришли к вере в Ишуа Благодаря верной молитве членов семьи Божья ли это воля, чтобы ваша семья спаслась? Да То есть вы молитесь согласно Божьей воле Царство Божье, приди и воля совершились в моей семье Приведи их ко спасению Дай им возможность слышать Евангелие И молитесь о Божьей воле для них И Господь говорит, что эти молитвы, они имеют силу, они эффективны Итак, молимся сначала о себе В согласии с Богом стоим Приходим и становимся перед авторитетом Божьим Молимся, просим Святого Духа, чтобы Он открыл волю Его в нашей жизни на сегодня Молимся за наши семьи Также обращаем свое внимание к Церкви И это также Божий приоритет Сначала личное отношение с Ним Затем молитва о семье И затем молитва о Церкви О Равине молитесь Валентину Роману очень нужна ваша молитва Он сейчас служит в двух общинах Также имеет ответственность за различные отношения с ортодоксальными общинами в регионе Он как бы руководит школой Ну, институтом Также заботится о семье И вообще у Него очень много идей Итак, начинаем молиться о Нем тоже Боже, помоги Ему видеть Твою волю И дай Ему уши слышать Дай Ему силу Боже, наполни Его Духом, Сын Чтобы Ты продолжал как бы развивать Его сердце пастыря Дай Ему мудрости Дай Ему возможность находить время, чтобы побыть с Тобой наедине Усиль Его дары Благослови Его Библия говорит, чтобы мы молились за наших руководителей Итак, молимся о том, чтобы Божья воля совершалась в Его жизни Также молимся и за других лидеров нашей общины Вы все члены общины? То есть у Вас есть лидеры церкви? Есть лидеры прославления? Понимаете вообще ответственность, которую имеет лидеры прославления? Итак, если они имеют помазание, то... Если они не ходят в помазание Божьем, то тяжело очень себе представить, чтобы они делились этим помазанием во время прославления Хотите, чтобы лидер прославления был в правильных отношениях с Богом всякий раз, когда Вы встречаетесь? Хотите, чтобы было прославление помазанным? Представляете себе вообще, насколько враг атакует лидера прославления, например? Если врагу удастся убрать лидера прославления с правильного пути, то тогда пострадает вообще все поклонение и прославление церкви И враг не хочет, чтобы мы имели сильное и помазанное прославление Я пастор церкви, и моя жена — лидер прославления У нас прославление по утрам воскресенья Самые сильные атаки приходят в субботу, особенно вечером Можем как бы рассчитывать на них каждую субботу Ну, очень такая сильная борьба происходит по субботу И каждый из нас должен просто пробиться через это, пройти Чтобы стать правильной позиции перед Богом и стать в то место, в которое Бог хочет нас поставить Молитесь за лидера прославления каждый день За старейшим У вас есть же шабатная школа? Есть учителя этой школы? Молитесь за них Хотите, чтобы эти учителя слышали Божье Слово? Хотите, чтобы они двигались в духе, когда они служат? Они такие же люди, как мы с вами У них тоже проблемы в жизни, как у нас И точно так же, как и мы, они могут сойти с пути Но мы хотим, чтобы они двигались в духе Молитесь о них И знайте, что эта молитва эффективна Молитесь о служениях церкви Многие церкви и общины имеют множество служений Молитесь, чтобы лидеры слышали и знали Божью волю на каждое служение Молитесь, чтобы все были подчинены Господству Ишуа Молитесь также об общине в целом Молитесь, например, Господи Ишуа Будь Господом нашей общины Молитесь об обеспечении материальном для общины Чтобы община процветала Чтобы община могла себе позволить те служения, которые Бог призывает И также о жатве должны молиться Исайя 43 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так как ты дорог в очах моих многоценен И я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя И народы за душу твою Не бойся, ибо я с тобою От востока приведу племя твое И от запада соберу тебя С северу скажу, отдай И югу не удерживай Веди сыновей моих издалека И дочерей моих от концов земли Верите ли, что Божья воля, чтобы люди спасались? Вы верите, что люди из вашего собрания, согласно Божьей воле, должны находиться именно в этом собрании? Но в собрании также есть люди, которых дьявол атакует и пытается удержать их от того, чтобы они знали его воли, Божьей воли Итак, здесь несколько вещей, которых Бог нас призывает делать То есть мы должны молиться в первую очередь, чтобы те люди, которые должны находиться в общине, чтобы Бог именно привел их в общину Но также мы должны противостоять силам тьмы, которые держат этих людей В следующем часе посмотрим, как идёт это Аминь 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 Аминь